МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер, в эфире программа «Контакт» «Контакт по понедельникам». Одна особенность этого «Контакта», как вы знаете, мы делаем наши передачи для молодых, с молодыми и о молодых, потому что не имеет значения, какой возраст у вас указан в вашем паспорте, в вашем документе. Главный возраст находится здесь у вас внутри. Если вы чувствуете себя молодым, вы молоды. Ну, вначале я хочу вас прежде всего поздравить с наступившими праздниками, пасхальными праздниками, с Песохом, и пожелать, чтобы вы всегда чувствовали себя свободным человеком. Ради этого еще давным-давно наши предки вышли из Египта. Ради этого, в общем-то, мы и живем, чтобы освободиться, чтобы быть свободным на этой земле. Мне хотелось сегодня сделать такую интересную передачу, которая бы немножко имела какие-то связи вот с этим праздником, выхода из Египта, выхода вообще, так сказать, из тех мест, которые мы, в общем-то, привыкли и вообще к нашей жизни привычны, к чему-то новому. И в то же время, чтобы это перекликалось с нашей вами реальной жизнью. И сегодня мы поговорим с вами об очень интересном таком понятии, как землячество, как люди, которые объединены тем, что они жили когда-то вместе, в одном месте, а потом поднялись, взяли в руки кто что, чемодан, рюкзак, а может быть контейнер, и уехали в Америку, в Израиль, в другие страны. Вот у меня в руках есть сборник. И я хочу эту передачу начать вот с такого небольшого, как бы, начала стихотворения. «Вы в Черновцах, Черневцах когда-нибудь бывали? О Черневцах вы что-нибудь слыхали? Местечко на Подоле процветало, О нем я рассказать могу немало». Это написал Борис Абрамович Мильштейн, человек, который в 36-м году родился в маленьком местечке Черневцы. А сегодня мой гость, и ваш, естественно, гость, это человек, который, ну, как бы, создал, организовал землячество много лет тому назад, землячество людей, которые жили в Черневцах. Я прошу вас обратить внимание, что мы говорим не о Черновцах, о городе, который очень многие знают, это большой областной центр, а мы говорим о небольшом городе, Черневцах. И это, кстати, очень и очень интересно. Здравствуйте, Исаак Гурвиц. Здравствуйте, Борис. Очень приятно. Спасибо, что в этот праздничный день вы с нами. И поскольку вы организатор вот такого вот землячества Черневцы, я хотел бы спросить прежде всего, как давно вообще это все было создано? Прежде всего я хочу поздравить всех тоже с Пейсиком. Это уже вчера был второй Сейдер. И поздравить наших черневецких. Может быть, возможно, что мы как-нибудь соберемся на Сейдере, и вы придете и у нас, так сказать, сделаете программу Сейдера. Очень рада, следующая встреча. А когда вообще эти встречи? Вы встречаетесь часто? Прежде чем рассказать о встречах, я хочу рассказать о том, где мы родились. Мы родились в этом маленьком местечке на Подолье. Это недалеко от Могилев-Подольска, от Шаргорода, от Ямполя, Мурафа. Знакомые такие названия, которые, наверное, многие нашим телезрителям знакомы. Очень многие вышли из этих мест. Я думаю, что многие даже выходцы из этих мест. А получилось так, что где-то уже начало в 50-х, 60-х, я думаю, по центральному науштечанию практически на Украине было уже сложно оставаться в этом маленьком местечке. Наши ребята... Почему? Очень просто. Нельзя было поступить на Украине в институт. Значит, надо было ехать куда-то вглубь России. И многие начали уезжать в города, как-то приспосабливаться. Я оказался в Москве в 52-м году. Собственно говоря, до того, как оказаться в Москве, я был, жил два года в Черновцах, в этом большом городе Черновца. Это очень интересный город, красивый город. Там я закончил ремесленное училище номер 2. Вот. И после этого я оказался в Москве. Проходя бимо в Москве, есть такая метро Косносельский, наверное, многие кто-то помнит. Значит, когда я шел по улице, вдруг встретил одного нашего парня, Черневецкого. Он так, несмотря на то, что уже в Москве это, и Цикарин, говорит. Откуда ты приехал? Как ты здесь оказался? А где ты живешь? Он говорит, я вот здесь живу. А ты где живешь? Я, говорит, здесь. Так мы же рядом. Он в одном вообще жить и жив, я в другом. Таким образом, я встретил первых, так сказать, земляка своего, да. Земляка. А что значит в 50-х годах земляка встретить, когда ты один в большом этом городе? Таким образом, постепенно, мы стали вспоминать, стали все больше и больше выезжать. Наши ребята стали заканчивать институт. И многие из наших закончили МИИД. Это был особый... Инженеров чего-то там, да? Инженеров транспорта. Многие знали о том, что МИИД это так называемый еврейский... Станкин, это второй был еврейский институт, который я закончил. Правда, вечернее деление. И вот где-то еще вот только я пришел после армии, когда я встретил, он говорит, через некоторое время встречает, говорит, ты знаешь, что нас приглашают на завтрак, на обед, на какой-то, я говорю, кто? А здесь находится еще Миша Абрамсон. Он старше нас. Это его уже сейчас нет. Но он выжил, как говорится, он выскочил как из ям. Он остался жив после расстрела. Дело в том, что нелегко от нас, наших маленьких, там было три маленьких местечка. Когда-то они были в местечке, а потом превратились уже в селок. А почему они там оказались? Потому что там были сахарные заводы. А сахарные заводы всегда были связаны с еврейскими делами, как говорится, потому что... Евреи любили сладкое? Ну, вы же знаете эту пословицу. Сахар Бродского, чай Высоцкого, Россия Троцкого. Вы же, наверное, это все знаете. Вот таким образом началось. И вот впервые мы собрались. Это был какой год? Это примерно был, скажем, если я после армии вернулся в 90... Это в 54-м году. Это где-то был 56-й год, 57-й, может быть. Впервые вас собралось несколько человек. У нас собралось всего несколько человек. Живших в Чернецах. То есть нас было всего трое. Собственно, Миша этот Абрасом, который старше нас на 5-6 лет, был этот Исаак Карулин, который сейчас живет в Израиле, и я. И нам он действительно устроил такой барский, я не знаю, как назвать обед, потому что я зарабатывал 100 с лишним рублей, а это он платил где-то около 96 рублей, которые мне осталось страшно. А вы в ресторане сидели, да? Мы сидели в ресторане тоже у нашего земляка. Этот ресторан, все знали, это ресторан-звездочка, который находился на Преображенке. Но Миша Абрасом умница и говорит, а ну-ка, сейчас Миша пройдет, я ему скажу, чтобы он тоже подсел, но не подсадит. Не подсадит, потому что там, если еще два еврея собрались, а так три еврея собрались, он будет четвертый, это уже целая партия. И это может быть нас обвинять в сианизме. И он действительно, он его зовет, он не подошел. Возможно, что он еще жив, старый человек, но это уже потом позже, все-таки в его ресторане было собрано уже встреча, это было много лет спустя. Когда уже не боялись много евреев собираться в одном месте. Не собирались, но и вот была идея собрать. Собрать. Как же собрать людей? Кому-то? Да, конечно, надо собрать. Постепенно-постепенно появился один, другой, третий. Все, вроде все мы выросли, но никак не можем собраться. И вот в 68-м году появился, я не помню, когда Семенов Толышин, он сейчас тоже здесь живет, и он даже сейчас моим родственником стал, его племянница, и мой племянник поженились. Поэтому все позже я буду говорить. Я хотел раньше на эту тему говорить. Да, мы поговорим потом о родственных связях. Значит, получилось так, что он приходит и говорит так, и сказал Гриб. Я хотел, Гея, это девиз с ценой, ценой феномен деченовецов. Я говорю, да. Теперь переговорите, пожалуйста. У нас не только евреи. Нет, я понимаю, но я слышу... Да я сам, в общем-то, я должен сказать, что идешь не знаю. Нет, нет, это фраза, которую вы сами можете понять. Он сказал, что я хочу, я слышу, что ты хочешь собрать черневецких. И мне Данил Мельштейн сказал, что надо к тебе обратиться. Вот я и приехал. Я говорю, Сема, если ты уже пришел к нам, и ты уже мне сказал, что ты хочешь собраться, я сейчас позвоню, не умы Горенштейна. Так у нас уже есть четыре человека. А если мы придем с женами, так это уже получается восемь. Короче говоря, мы стали обзванивать, все согласны прийти. Я говорю, уже же мы опоздали. День освобождения было 17 марта. А вы хотели именно как бы оттолкнуться от какой-то даты? Мы еще ничего не хотели. Хотели собраться. Получилось так, что подходит 9 мая. Я говорю, Семен, я не хочу 9 мая. Я не хочу по председательным понятиям, там будет... Они все собираются на театральной площади. Я говорю, ну давай мы соберемся 10 мая. Но в будущем мы не будем собираться 10 мая. И первая встреча произошла 10 мая у памятника Карла Маркса. Это был 1969 год. 1969 год. Да. Многие не знают, что Карл Маркс антисемит сам настоящий. Мы не будем касаться Карла Маркса. Он же не из Чернивцов, да? Он нет. Это вы правильно заметили. Хорошо, поискнул и продолжим Чернивцов. Нет, это имело смысл, но сейчас у него хорошо. Таким образом, мы и собрались. Конечно, наружная охрана сразу заметила нас, потому что целая группа людей собирается. Это было, конечно, замечено. Но постепенно, постепенно все стало на места. Кто вы, что вы. Мы говорили, что мы вот и так. Но, с другой стороны, это было рядом с 9 маем. Поэтому не очень. Но позже, позже, там были масса историй, которые я могу подтвердить фактами, что это так было. Тем не менее, мы в этот, никто нас не хотел принять в ресторан. Оказывается, это очень сложно. В те годы попасть в ресторан, ты должен сказать, а какая причина, что у вас, свадьба. То есть, если много людей собирается, если ты заранее не заказал и не договорился, а кто вы, по какому поводу? Это вот целая масса нюансов. И мы, музыки нет, то нет. И мы оказались в армянском ресторане, если вы говорили, вы знаете Москву? Нет? Арарат. Арарат. Он недалеко, ну, тоже это за за малым театром, там переулочек есть. Ну, не важно. Мы пришли, никого нет. Мы одни. Сели за стол. Как выяснилось, собралось нас немного больше, но 22 человека пришли в ресторан. Дали согласие в ресторан. Некоторые мы пошли по разным причинам, ну, чтобы не светиться. В полной смеси этого слова. Хотя потом он стал очень активным человеком и много сделал для этой организации. Это речи. Хорошо. Давайте мы сейчас с вами прервемся на секундочку и посмотрим видеоматериал, который я подготовил, несколько таких эпизодов. Итак, мы Наташу попросим сейчас показать первый эпизод. Дорогие мои друзья и соотечественники, мне выпала очень трудная и приятная в общем-то миссия показать, по просьбе Бори Брославского, показать то местечко, в котором мы все родились, где лежат наши родные и близкие, показать, по что она превратилась. Мне будет очень тяжелая эту эпизод делать потому, что в 1909 году память 13 евреев, которых сбросили, убили и сбросили в речку с укусом. Я считаю, этот памятник не только им, это, наверное, памятник, не, наверное, точно памятник и всем тем живым, кто выжил в той войне и кто остался жив. Сюда. Давай так мы не будем торопиться, постараемся хотя бы, чтобы люди покажутся. Добор я с той стороны покажу, чтобы вы не видели, что требует... Ага. Сонки можно снимать сонки. Добрый, я до вас шепет иду. Да. Могила, вы видите, здесь убрали, но ничего не вынесли, мусор весь лежит, оно все гниет. Некоторые, много памятников у всех покосилось, старые. Добор покажи. Ага. Пожа. Кладбище, старое кладбище, да? Это в городе. Это в городе. Это где-то, если не 400, то 350 лет точно. А может быть, даже если не 400. Если вы как-нибудь расскажете по поводу этого кладбища. На это захоронение... А скажите, вот, никто за этим кладбищем не сможет, да? Вот мы организовали. Я даже не знаю, кто здесь лежит. Сейчас эпизод уже заканчивается. Сейчас мы еще буквально несколько секунд осталось там засмотреть. Так что, все, кто будет смотреть, может быть, они помогли у своих родственников. Все. Все. Скажите, пожалуйста, вот это первый эпизод. Мы посмотрели, этот городок имеет какую-то длинную большую историю, связанную с еврейством? Да. Этот городок, Черневцы, имеет это... Это еще связано с литовским. Это первый литовский князь уже в Витольде, я думаю, после Гедемина, это кажется, сын или вну Гедемина, который, они в 1300, там, скажем, в 80-х, 70-х, точно сейчас не помню, но где-то идет в 14-м веке, они как раз подошли к этой речке, которые называются Мурафа и Мурашка, на стыке этих двух речек, они остановились. Так как там кругом были леса, постепенно появилось какое-то селение. Но я думаю, что евреи в основном-то появились позже уже, основное массово появилось, когда уже поляки, когда были разделы Польши, во-первых, вся эта земля еще пронизала Польшу после Литвы. Так что это где-то появилось в пятисотых, пятисотых годах. Вот эти вот могилы мы видим, это очень старые могилы, да? Это, к сожалению, у меня есть три книги, мы сделали три книги, заказали там, это было, сделан перечень, где-то 1500 могил у нас записаны, а совсем старые могилы, там уже нельзя было и записать, и практически... Но вот вы делали вот эту работу, вот эти вот три книги, вот эти вот перепись как бы могил, это все в рамках вашего землячества, которое вы создали в 60-е годы? Только в рамках нашего землячества. То есть как бы землячество потолкуло вас... Мы собирали деньги, мы собирали деньги, пересылали, Демборя Борославский, который живет... Нет, пока мы говорим с вами о Москве, о русском периоде, мы еще пока не уехали. Нет, мы-то не уехали, а мы не уехали, это уже сделано сейчас, в настоящее время. Одну минутку, Исаак. Мы с вами пока говорим еще до Америки, до Израиля, до других городов. Мы еще находимся в Москве, мы еще находимся в бывшем Советском Союзе. Ну, мы же приезжали туда, мы же приезжали каждый год. Вы приезжали туда? Приезжали каждый год. Я приехал туда, может, возможно, ну, последний раз я был перед отъездом, значит, я уехал в 81-м, значит, где-то в 81-м году я был там. Вы поехали попрощаться с этим городом? Не только попрощаться, дело в том, что мой младший брат умер и был похоронен в Черновцах, и было сделано, надо было поставить памятник, и я вот проехал, там целая история, поставили камень Черновца. Понятно. А скажите, а вот там, вот только что, мы смотрели эпизод, там какой-то есть камень, который в память о каких-то 12-13, когда он сказал 13, 13 евреев, которые были сброшены с моста, это была какая-то история связана с фашистами? Это уже связано было с началом войны, когда началась война. Но камень был поставлен уже отсюда, мы собрали деньги, переслали туда деньги. Занимался Боря, я почему хотел сказать, Боря Бородславский живет в Коннектику, он тоже бывает на этих встречах, через него, потому что товарищ, это его товарищ, Рома Коренгидт, и там еще живет один, именно непосредственно, в Черневцах, Рома живет в Москве, часто бывает в Киеве, у него какие-то есть дела, а Миша Берек, это один-единственный еврей, который сейчас остался и пока живет в этих Черневцах. А, тогда давайте посмотрим еще один эпизод. Кто вообще остался, то есть я понимаю так, что вы собрались и уехали в разные страны, то есть был великий исход людей, ну, вообще из Советского Союза, в том числе... Это вторичный исход, потому что первый исход был из этого месячка, все разъехали в разные города, в Киеве, в Харькове, в Москве, в Ленинграде, откуда только они приехали. А потом уже уехали. Даже из Дальнего Востока, на Магадане тоже были наши дебюты. Хорошо, давайте посмотрим следующий эпизод. Наташа, пожалуйста, покажите следующий нам эпизод из этого. Мы сейчас с вами вот едем как бы по этому местечку, по Черневцам. Это уже остатки этого местечка. Когда-то оно было довольно симпатичное местечко, я не знаю, сейчас мы увидим, еще осталось такое трехэтажное здание каменное, где шнепперманы жили. Это уже как бы зам местечка. Сейчас, когда мы едем, вот эти вот домишки, я смотрю, они многие заброшены. Это уже сейчас там никого нет, никто там не живет. И что, вот эти дома прямо вот так заколочены, стоят, и никто ими не пользуется? Практически нет. Их нельзя было продать никому, да? Нет. А что вы говорите, продать уже нельзя было, их давно нельзя было продать. А в последние годы там вообще никому не продали. Сейчас мы увидим, они подъедут к одной семье. К сожалению... Вот полностью разрушенные какие-то... Да, это... А вот эта вот семья... Сейчас мы посмотрим. Это... Это которые... То есть есть какие-то люди, которые там остались жить? Вот эти вот старые люди. Мы сейчас увидим, к сожалению, я не записал фамилию, я сейчас не могу вспомнить фамилию. Вот они так серьезно к этому относятся. Вот они позируют, позируют. Ну, еще бы приехал человек с Москвы, с Киева. Стоп. Значит, какие-то люди там остались? Осталась... Вот эта семья, которую мы видим, она осталась. Их уже нет. Это произошло... Они умерли? Три года тому назад. Нет. Произошло несчастье. Их убили и сожгли. Местные... Убили и сожгли? Убили и сожгли. И официальная версия буквально быстро, буквально через день было объявлено, что с целью ограбления. Дело в том, что они получали... Они были в гетто и сесть, они получали деньги. И кто-то там... Ну, я думаю, что это все-таки антисемитская версия. Но... Но она где-то ограничивает, да, и деньги, и... Потому что никто потом не смог это все... Все это замяли. Но этот эпизод остался. Это было как раз накануне нашей. То есть, так и не нашли кто сужег, кто убил, все это ушло. Было сказано, что не нашли никого, но это было с целью ограбления. Это было два года назад. Два или три года назад. И сейчас только там остался один-единственный... Но там вообще есть еще евреи? Вот один-единственный еврей. Там остался из всех? Из всех. А сколько там жило всего еврея? Ну, там, я думаю, что... После войны было около трех тысяч человек. Во время войны было, наверное, две с половиной тысячи плюс полторы тысячи румынских, бессарабских и венгерских евреев, которые тоже оказались на этой территории. Это была территория так называемой Транснистрии. Когда немцы отдали эту часть территории румынам, территория довольно-таки значительная. А что во время войны там было? Там было гетто или что? Так вот, об этом я вам хочу сказать. Что это территория? Это территория Транснистрии. И Маша местечко входила в эту территорию. Временная территория по названию Транснистрии. А для того, чтобы вы имели понять, что такое Транснистрия, это территория, которая шла вдоль Днестра с одной стороны и другая сторона омывалась Южным Бугом. по железной дороге из Могилёв подойдет к Дожмеринке, минуя Винницу немного, и внизу она заканчивалась у Чёрного моря, Одесса туда входила. То есть, это довольно-таки большая территория. Я сейчас не знаю, сколько там, но это довольно-таки возможно, больше Израиля. Израиль. Израиль самый большой. государство, но наш Израиль самый большой. Вот я оказался в этом, во время войны, гетто. Начало войны было очень так, вы знаете, необычно, потому что до войны проходила там граница. Поднестру проходила граница. И естественно, что там были наши воинские части. В сороковом году очень часто были какие-то непонятные побеги, стрельбы, стреляли, искали каких-то шпионов, потом вдруг всё это затикло, они перенесли границу дальше к той границе, где началась война, к Польше. И в данном случае Буковина тоже была захвачена. И когда немцы начали войну, то и отдав румынам, так как румыны им разрешили пройтись, где-то они у нас оказались, я думаю, даже 19-го числа, может быть, даже 18-го. Нет. Передовые части были немецкие. А, немецкие. Скажем, накануне, накануне, чтобы иметь представление, как они вошли в это маленькое месечко, я уже спокойно увидел, как солдаты бросают винтовки, просят переодеться, и тут нечего даже ему переодеться. и у нашего дома стояла такая полуторка и две спаренные, знаете, эти пулеметы, которые должны были стрелять тем самолетом, который якобы появится. Эти ребята стояли, но видишь, ничего нет, они тоже убежали, когда увидели это все, значит, никто не остался, осталась тишина, тихо. И где-то вечером появилось, мы стояли у столба, где там лампочка, у нас лампочка Ильича появилась еще в 1905 году, это целая история. В 1905 году у вас была лампочка на центральной площади. Ильич, наверное, еще тогда не знал, но она уже была лампочкой, как у нас был свет в наших домах, потому что один из евреев хотел стать купцом первой гильдии в Маянске, так поэтому он достал эту... Это было условие, чтобы он стал купцом. Нет, но сам факт, если он привез с Петербурга привез динамо-машину, установил ее на этой знаменитой мельнице, просто мы сейчас не показали ее, он таким образом становится, так сказать, важной личностью, он ему, как сказать, совершенно не получил, он не стал первой гильдюн, он успел вовремя уехать. Возвращаемся к тому, что и вот мы стоя там несколько ребят, я вот сейчас никак не могу найти тех ребят постарше, которые там находились. А вы тоже стояли там? Я стоял, я должен был везде быть, это в силу моего характера, в силу, там, я не знаю, масса других нюансов. И вот получилось таким образом, что мы видим, приближается на мотоцикле немец, где он сидит за рулем и другой в этой коляске. Он приблизительно, очень близко увидел нас, и он говорит, юдин. Мы сказали, да, юдин. И так как мы говорим, мы считали, что мы говорим на немецком, а он понимает, что мы говорим еле-еле наидыш, но он нас все-таки понял, он спросил, увидел, что никого нет. Он не приблизился, хотя уже было какое-то шевеление, по-видимому, наши бывшие комсомольцы пытались что-то сделать, но между собой договорились, что лучше ничего не делать. Вот он развернулся и ушел. И на следующий день появились первые немецкие. Скажите, а вообще там было, а потом было гетто в Чернецах? Значит, после того, как румыны взяли Одессу, очень тяжело они убрали с большой... Об Одессе мы говорить не будем. Мы не должны говорить, но это связано, потому что уже в это время они находились как бы гражданское, ну что ли, администрация перешла к румынам. Это где-то было, можно сказать, в октябре-ноябре. В октябре-ноябре перешла... Хотя там все время находился представитель немецких... А что стало с еврейским населением в Чернецах? Надо сказать, что в принципе, в общем-то, пережили войну. Пережили войну. Пережили войну. Благодаря тому, что были румыны, да? Были. Это не значит, что не было жертв. Жертвы были, скажем, на третий день, когда основные войска прошли, появилась, не знаю, как их назвать, мадяры. Это такая, можно сказать, здесь в полном смысле шантрова. Они были одеты в беретах и даже не очень так по-военному. И в это время они начали подойти, собрали, собрали тот, кто послушался, кто подошел. Потому что они, в общем-то, боялись в эти переулки. Надо знать, как строится месечка, понимаешь. Так они их собрали где-то, боюсь вам сказать, точную цифру. Хотя на этом камне, который позже был поставлен, написано, что 12 человек. Они их сбросили с моста. За что это? Просто так сбросили. Для устрашения остальных? Вы понимаете, это не была специальная акция. Это, скорее всего, шли войска, которые занимались. Это не войска. Я-то потом уже выяснил, что это действительно было из этой спецгруппы Ди, которые ходили после этого и занимались специальными акциями. Но это была не спланированная акция. Они просто убили. Сбросили жидию, если так сказать. Сбросили евреев. И оказались где-то через 10, потому что 10-го это было июль, так. А его где-то, мне кажется, через месяц, 10-го августа, в трех селах недалеко от нас, это Моевка, Боровка и Бабчинцы были расстреляны, заживо сожгли и закупали заживо в этих каатах из видеохраняца свекла. Это уже были акции. Правда, они были организованы невозможно, мы знаем это дело, что местных, пусть небольшое количество местного населения, полицей, это все было. И самая страшная акция была в Моевке, потому что сами свои же их рубили топором, это вообще страшно. И вот одна единственная женщина сейчас еще жива, которая спасла с ребенком, живет в России. А четверо детей, которые тоже спаслись, их уже нет. Нет, но последняя умирала здесь. Скажите, а вот я чувствую, вы знаете, много очень знаете о своем этом местечке, о своем городке, хотя, в общем-то, вы молодым человеком уехали, уехали в Москву и жили уже в другом месте. А вот многие из вашего, те, кто родился или жил в Чернавцах, знают всю эту историю, знают историю. Многие знают. Благодаря чему? Благодаря тому, что вот есть ваше землячество, объединение, вы как-то рассказываете, как-то это распространяется, история или нет? Они, в общем-то, не очень-то слушают. Скорее всего, чужие из очень, знаешь, когда я вот последний год, наверное, 10 лет, я езжу в один кемп, читаю лекции по истории евреев, но из-за одной рассказываю, и они очень хорошо слушают и очень удивляются. Это как бы из других мест. Из других. Эти наши люди тоже, но в принципе, знают эту историю. Понимаете? Давайте я вам расскажу, что я себе представляю, что такое местечко вообще. Вы понимаете? Вот очень многие как-то связывают местечко с очень таким словом местечковостью, которая не воспринимает негативно. А это люди, которые, в общем-то, это союз родственников. Ну, я вам скажу вот так. Вот представим, что мы находимся в моем доме, где я родился. Собственно, где я вырос, потому что родился я в другом доме. Это всего шесть ступенек. Вы поднялись, площадка, ступенька налево, и мы входим. Ну, это называется балкон по-нашему. А ведь, когда строили этот дом, вернее, его совершенствовали в 1850 году, это была сука, самая настоящая сука. То есть, для сукот. А, это было для сукот. Для сукот. И там потолок просвечивался. И будучи маленьким мальчиком, когда мне впервые, значит, крыша открывалась, там были специальные такие распорки, и ты видишь звезды. Это такая красота. Секундочку, мы говорим о балконе, который был перед домом прямо. Не, это дом, это начало, вход в нашего дома. Это уже как бы на втором этаже получается. Потому что внизу, на первом этаже, это извращенное слово магазин, говорили на языке магазон. Вот, надо было иметь этот магазон. Это был магазин. Каждый имел свой магазин или что? Ну, в какой-то степени не каждый, но на этой центральной улице многие дома имели этот магазон, как говорила бабушка моя. Он имел, потому что в этом это был фактически магазин. Это извращенное слово, я точно понимаю, что это так. Потому что там продавались доски, с другой стороны продавали вино. То есть, это было довольно-таки большое здание. В каком смысле большое здание? Метров наверняка 25-30 метров. Это позже. Только я не помню, был ли пожар, это уже не при мне. И мы оказались только в одной половине. Но земля, я знаю, всегда дед говорил, что это наше. И вторая комната довольно-таки большая. Знаете, как делали довольно-таки это с залом. Зал первый очень был, где стоял стол, где стояли этажерки с книгами. У нас были очень много книг. Только у вас или были у многих людей книги? Это были книги на Идашуна, это были молитвенники? Я не могу утверждать, что у многих, но достаточно у многих были книги. Но у нас была особо большая библиотека. Это уже заслуга моего деда Арона Гурвеца, Арка Гурвеца. Его так звали. Ну, могу сказать, что там была история евреев, греца, вы, наверное, знаете, когда было написано на немецком языке. Там Дубнов был. Там был не только, там был, я еще видел книгу и Пушкина, и Лермонтов в таком зеленом переплете твердом. Неба. Мы говорим о том, что это было в вашем доме. Но в других домах это не обязательно было. Ну, вы понимаете, в других, конечно, не было. Не было. Но я думаю, что всегда находились. Потому что, представьте себе, сейчас мы очень похожи все друг на друга. Мы смотримся, как одни и те же. Тогда каждый еврей это евреи. Он по-разному был даже одет. Понимаете, мой дедушка был одет и был аркигурец. Так все знали, что это аркигурец. Незалеко от нас, когда я его, я его иногда будучи маленьким считал, что он дедушка Ленин, он точно был, как Ленин, в тройке. Это был Мейер Гайсен. Может, он работал под Ленина? Он не работал под Ленина. Я сейчас объясню. Он всего-навсего делал газированную воду. Но он всегда был одет в этой тройке, когда нужно было. И очень часто он, значит, мой дедушка, этот Гайсен, Мейер Гайсен, маламут, который очень часто так шляпу поднимал и был, сейчас говорят, лойером, а тогда он был защитником. И четвертый приходили уже три. А, еще был залезняк. То есть, это они собирались вместе? Они собирались вместе, играли в домино. О, секундочку. Таким образом мы как бы возвращаемся опять с вами к тому понятию, как... Нет, нет, не только довоенное, просто организация землячества. Где-то это было свойственно, да, людям как-то собираться, объединяться, говорить о каких-то общих для них историй и понятиях. Правильно, да? А как же есть? Вот мы в следующей части, сейчас мы сделаем маленький рекламный перерыв, в следующей части мы с вами поговорим уже о той части как бы жизни, когда вот это все землячество ваше, или часть людей, живших в нефтах, переехало в другие страны. Сейчас, уважаемые телезрители, мы с вами сделаем маленький перерыв на рекламу. RTN WMNB лучшее американское телевидение на русском языке. Только у нас информационные, публицистические и развлекательные программы на любой вкус. Новости, концерты, художественные фильмы, образовательные программы, юмор, ток-шоу. Здесь вас ждут интересные встречи с любимыми артистами, художниками, музыкантами, общественными и политическими деятелями. RTN WMNB это ваше телевидение. С вами Борис Тенцер и программа Контакт, Контакт по понедельникам. Здравствуйте те, которые присоединились к нам сейчас. И еще раз приветствую тех, которые смотрят нашу передачу и, естественно, хотят тоже участвовать в ней, потому что мы говорим с вами и о землячестве, мы говорим и о местечках, мы говорим о тех корнях, которые, в общем-то, у каждого из нас есть и о той части жизни, из которой мы ушли, вышли, а все-таки эта часть жизни у нас присутствует. Поэтому сейчас я попрошу Наташу показать на экране телевизора, показать телефоны, по которым вы можете позвонить и тоже участвовать в нашей передаче. сейчас мы увидим эти телефоны, они уже на экране. Пожалуйста, звоните, участвуйте, расскажите о ваших каких-то замечаниях, может быть, у вас есть какие-то свои объединения, землячества, которые интересны, как вы создавали, как вы это делаете. А мы сейчас продолжаем с моим прекрасным гостем, с Исаком Гурвицем, который организатор землячества из города или маленького городка Черневцы. Мы продолжаем с вами как бы наше путешествие по истории вашей организации. Вот сейчас мы попросим Наташу показать следующий эпизод, уже современный эпизод из жизни вашей организации. Пожалуйста, Наташа, покажите нам следующий эпизод. Это я понимаю так, что объявления были развешаны 1983 года и вот Это из газет новое русское слово. А, и новое русское слово. И здесь уже не было проблем найти ресторан, где бы встретиться. Вас уже здесь не подозревали, что евреи слишком много евреев в одном месте собирается. Здесь другая проблема возникла. Да, сейчас. А вот у нас качество не самое лучшее, конечно, я понимаю, что это любительская съемка. Но главное дух. это съемка уже 23 встречи, это где-то 23 встречи, это 83 год, да? Это уже или это 91? 83, 91? 23. 23 встречи, окей. мы сейчас, давайте мы потом почитаем. Это 91 год, наверное. Да, 91 год. То есть мы начали 83, вот было обивление. вот я сейчас вам как раз это все и объясню. Вот тут-то я и расскажу, как это было. О, много людей собралось. Это так много людей живут сейчас. На этой встрече, я думаю, был и Яша явно. Нет, а разве он тоже еще нацел? Нет, подождите, это какая? Ну, а как же? Игрим, кто? Вот же Яша поет. А, это Яша поет? Яша поет. Это очень хорошо, надо ему напомнить. А то иногда он не помнит. Тогда он еще плавно, но не помнит. И главное, еще не посриженный. Еще не посриженный. Это 23. Так, почти. Хорошо. Значит, в чем возникла проблема? Значит, когда я приехал сюда. Как весело, вы проводите время. Весело всегда проводят. Сейчас вы увидите. Это все запоминается, наверное, на долгое время. Хорошо. Итак, вы приехали в Америку, и что, не прорывало счастье времен, что ли? Значит, у меня получилось так, что как бы я приехал, меня проводили, и бармыцтва нашего движения, получается. Это было, кажется, 13, нет, 13, у меня там, мне отметили, там 13 встречи мы собрались, а сюда приехали, это было уже 14 встречи. Я попытался собрать людей, оказалось, что-то все очень гораздо сложнее. Во-первых, надо платить 10-15 долларов за ресторан, надо было иметь эти деньги, люди приехали. Значит, во-первых, это кто дорого, кто недорого, потом как. В общем, оказалось, что-то очень сложно делать. Тем не менее, мы собрались в садком, а через год мы собрались уже, кажется, на 15-ю встречу, и потом просто сил нет зазывать, во-первых, и как-то немного заглохло. Тем не менее, через некоторое время начали уже снова. А почему же мы не собираемся? Я говорю, пожалуйста, если вы хотите, значит, мы соберемся. То есть, какой-то был какой-то момент, когда люди начали привыкать к этой жизни, не так все просто было, чтобы собираться. Не до сборов было, скажем так, да? Может быть, тут нет объяснений, потому что сейчас уже не, то есть, как это так, не будет встречи, все начинаются. А почему нам не прислали, а почему нам не дали открытку? Кстати, я вам вон две открытки, очень симпатичный. Почему вы в этом году не сделали открытку? Но когда им, им нельзя говорить, что открытку сделать, это должно стоить 250 долларов. А разослать тоже нужно денег. А когда же деньги брать? Очень тяжело собрать деньги. Но тем не менее, сейчас надо дать им должное, что люди сами приносят деньги. у нас есть несколько человек, которые всегда дают деньги. Вообще, это в отношении денег, это особый разговор. Потому что есть круг людей, которые всегда дают деньги. А есть круг людей, которые, конечно, когда мы ставили камень, может быть, просто у них нет достаточно денег. Слава Богу, слушай, они же все пережили, так сказать, гетто. Значит, как моя жена говорит, к счастью, мой Айзи, как она говорит, был в гетто. К счастью, потому что мы же получаем дополнительно 250 долларов. И они нигде не учитываются. Нигде они не учитываются. Все знают, и ССАЙ, и ССАЙ, или кто не на ССАЙ. Эти деньги, в общем-то, есть, а как же. И, в общем-то, значительно относительно значительно. Это получает каждый человек или каждый, кто был, нет. Каждый человек, который был, в гетто, пережил гетто, это надо было оформить. Но это еще 10 лет назад все, кто были, оформили. А вот когда возникают такие вот акции, там, помочь оформить эти документы, как-то ваше землячество, оно помогает друг другу? Вот как-то вы перезваниваетесь, вы сообщаете информацию? это не твое слово. Конечно, все друг друга знают. Если вы, допустим, если что-то случится в Берлине, так мы знаем буквально на следующий тут же. А, то есть, вы поддерживаете контакт с людьми из вашего землячества, которые живут в Германии? По всему миру. Значит, в этом году, в прошлом году впервые собрались, можно сказать, в четырех городах. Ну, в Нью-Йорке, как всегда, в Чикаго собрали. одновременно? Одновременно. И у вас был телемост? А как же? Полный смысл этого слова. Я спрашиваю серьезно. Это серьезно был телемост. Это надо благодарить Братславского. Он всегда любит своим телефоном, приходит, говорит, это бесплатно, в этом году тоже. И черневцы мы звонили в этом году, и в Германии уже есть пленка из Германии, мне сказали, но еще ее не перевели. Хорошо. Секундочку, у нас есть звонки, я не хочу, чтобы люди очень много даже не знали. Даже есть звонки? Да, есть, конечно, обязательно. Здравствуйте, Броня, из города Нью-Йорка. Здравствуйте, Броня. Добрый день. Да. Меня интересует один-единственный вопрос. Дело в том, что я бывшая жительница города Черновцы. Черновцы? Да, Черновцы-Буковина. Да, потому что мы говорим, вы понимаете, Броня, что мы говорим о маленьком местечке, специально я хотел местечка Черневцы. Это Черневцы? Да. Будьте любезны, скажите, какой области? Винницкой области. Винницкой области. Я очень извиняюсь, спасибо большое, потому что я сама города Черновцы. Пожалуйста. Понятно, понятно. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. Так вот, вы говорите о том, что сейчас, когда проводятся встречи, у вас есть связь как бы со многими городами, многими странами. Я думаю, что на этой пленке зафиксировали на этом фильме. А вот в Америке это одна организация, я почему спрашиваю? Дело в том, что, к сожалению, есть какая-то тенденция. У нас есть организации, которые почему-то разделились. Два, три варианта этой организации, поссорились руководители, каждый считает себя руководителем. И потихоньку складывается ситуация, что есть первый вариант организации, кого-то, второй, я не хочу называть эти организации. Можно называть. А у вас тоже... Вы не хотите? Нет, я не хочу. Хорошо. Я не хочу трогать сейчас как бы тот... Я понял. Ящик Пандоры. Скажите, пожалуйста. А вот есть несколько черневецких организаций? Нет у нас несколько черневецких, потому что, наоборот, все гордятся, что она в Нью-Йорке. Как бы, тем не менее, мы все едины. А если один из черневецких, Алик Бутерман, Рон Бутерман, звонил и договаривался, говорил, что обязательно я соберу, и в конце концов он собрал 12 или 16 человек в Чикаго. И там была встреча. Потом в Майами, кажется, тоже была встреча. Но там были в городах где-то группы. Но это уже когда маленькие группы собираются, бывает. Но на 25-й встрече, когда подошла 20, дело в том, что на этой 23-й встрече было написано, Валов и была статья написана по поводу этой встречи, где я сказал, что на 25-й встрече мы обязательно соберемся в Израиле. И я действительно поехал в 93-м году в Израиль. Специально подгадали под эту встречу? Ну а как же? Поехал в Израиль. И вы, наверное, знаете, недалеко от Хайфи есть парк Ротчильда. Да. Я думаю, что у нас есть несколько... По дороге между телевидением. Да, там вот этот... Я прошу прощения. Одну секундочку. Мы продолжим это. Просто у нас есть звонок. И я не хочу, чтобы долго люди ждали. Ляля, город Бостон. Здравствуйте, Ляля. Hello? Видите, долго ждали, не смогли. Ну ничего. Итак, вы поехали в Израиль. Я поехал в Израиль. Было заранее, естественно, объявлено. Что мы соберемся. И собралось. Мы два дня тогда собирались. В один день вы не вместились? А почему? Не вместились. Там еще у нас есть религиозные, которые как это шаббас, мы поедем. А, понятно. Поэтому получилось два дня. Но в субботу собралось тогда, прежде всего сказать, ну 300-400 человек. Из Черневец? А как же? Там живет, наверное, 250 семей. Там большинство приходили, «А ты меня не узнаешь». Я действительно уже не узнавал. Хотя... А сейчас они продолжают там собираться? Продолжают. Много? Так же много или меньше? Значит, в прошлом году собралось 130 человек, в этом году чуть меньше. Но собрались, в этом году собрались в Израиле. Я думаю, что это собрались они в районе Реховода или где-то между, в Решен-Литси, точно я не знаю. Собрались в Германии, в Патсдаме. Я еще шучу, говорю, что это очень хорошо. В Патсдамское. Понятно. Мы имеем собственную Патсдамскую конференцию. Там живет Борис, Боря Мильштейн, который вы цитировали, его стихи ему, наверное, передадут. Можете уверены, что кто-то ему позвонит и скажет, что Боря, что Езер выступал. А и были, значит, получается, вот смотрите, ты уже в четырех городах. Скажите, вот у меня в руках... Да, я извиняюсь, я вас перебил. Дело в том, что в этом году на встрече были две семьи из Канады, две семьи из Израиля и из Австралии. Почетные гости. Австралия тоже? У нас живут в Австралии. Они подгадали, что ли, специально... Естественно, они едут, сестрия, кто-то есть. И в Новой Зеландии у нас живут, и в Австралии живут. Я думаю, что это из Новой Зеландии, я, может быть, ошибся. У вас прямо вселенное братство. Как? У нас уже международная организация. И мы не делимся. Вот я вам отвечаю. Несмотря на то, что мы уже международная организация, мы не делимся. Каждый выполняет свою функцию. А вот у меня в руках открытка, где написано, что Холокост, мемориальный комитет, я перевожу, поэтому медленнее, на такой-то, такой-то адрес, и сказано, что будет открыт, будет открыт, 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 5 мая. Будет открыт в мемориальном парке. Будет, что будет? Значит, этот марк, который находится на Эмс-Эвине, вот где заканчивается залив, там нужно, что в памятнике. Мы там поставили камень в память о наших погибших. А, вы поставили здесь тоже камень? Да, и здесь камень, и там выбито. И это будет открытие 5 мая? Нет, все хотят, чтобы мы собрались, отдельное будет открытие. Это ежегодная, так называется, память. Это 19 апреля всегда собирается в памяти холокост, но они отложили это на 5 мая. Таким образом, будет общий туда, в этот все придут, кто связан, кто выжил, пережил войну. Но вот недавно, вот опять-таки, я вынужден Борю Брославский, который недавно сейчас, Боря Брославский, Шурик Шафир, Шурик Штеренфельд, еще здесь есть две фамилии, две наши женщины, очень приятные, я хочу, чтобы вы о них тоже потом сказали несколько слов. Это рай. Это вот так выглядит вашей пригласительной билеты, да? Да, это было прошлогоднее. А, это 36, видно, да? Это прошлогодняя встреча. Вот здесь написано, ассоциация подольских евреев приглашает вас на 36-ю встречу. Сейчас мы попросим Игоря показать вот эту такую открытку, вот 36-я встреча. Ага, прекрасно. Хорошо, спасибо, Игорь, большое спасибо. А, я еще вот такой вот покажу, как это все выглядит вообще, центральная главная страничка. Тоже можем поувидеть? Да, вот так. Ассоциация подольских евреев. Это уже нас как бы не знаю назвать. Понятно. Сейчас, секундочку, я прошу прощения, у нас есть звонки и мне неудобно. Пожалуйста, пожалуйста. Циля, город из Массачусетта. Здравствуйте, Циля, вы с нами. Здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Да, здравствуйте, здравствуйте, вы с нами. Ваш гость. Мне очень приятно. Здравствуйте. Я сама из Массачусетта, я сама из Винницы. У меня там, у меня там погибло, у меня там погибло 32 человека родни. Я была маленькой, чудом осталась жива. их всех заживо закопали. А у меня, у меня, значит, вы, это была повесть даже в Вестнике «Дети войны». Я там описала кошмар, кошмар гибели всей моей родни. Причем подробно. Почему? Потому, откуда я знала, там моей тети родной, тетя Дора Гроссман, ее подруга, они вместе учились в мединституте. Там замечательный мединститут. Скажите, пожалуйста, Циля, одну минутку, одну минутку, скажите, пожалуйста, вы меня слышите сейчас? Да, да. Скажите, пожалуйста, а вот люди с Винницы, есть какие-то землячества, которые вы, вот вы знаете тоже, или в вашем Масашюшице, или где-нибудь вы еще в другом месте, есть люди собираются? Алло? Нет. Нет. Нет, нет, не собираются. А почему? Больше никого из Винницы, из Винницы я здесь никого больше не знаю. А в Нью-Йорке вы знаете, кто-нибудь собирается, есть такие? Ну, в Нью-Йорк мне тяжело. понятно. В Нью-Йорк, вот я сейчас слышу, и причем, я еще вам хочу, я вам еще хочу сказать одну вещь. Да. Я получила из Форверси память жертв Холокоста Винницы. Там, значит, просят помощи, там нету имен, нету там кладбища, все разбросано, все уничтожено, они хотят сделать закрытым это кладбище и написать в память имена. Хорошо, мы сейчас, одну секундочку, Циля, 9-12 имен. Циля, мы не можем сейчас подробно как бы всю информацию эту, большое спасибо, что вы позвонили, просто еще есть звонки и у нас не так много времени осталось. Спасибо большое. Кто у нас следующий на линии? Из города Нью-Йорка орденоносного. Люся, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Вас слушает, пожалуйста, говорите. Да, я сейчас выключу. Алло, здравствуйте. Не очень приятно видеть нашего земляка, Исаака Гуэридса. Он меня, наверное, узнал. Дело в том, что он рассказал, как повели всех на расстрел. И среди этих людей был мой отец, Бенчик Шнепперман. Он, наверное, его очень хорошо знал, так, как мой папа был лучшим цирульником, парикмахером. Но я об этом тоже знала с детства, а потом, когда на встрече в Москве, я жила в Москве тоже, и мне рассказал Сема Маркман, как он видел, как вели моего отца на расстрел. Понятно. сейчас я получила большое стихотворение, поэму от Мильштейна Бориса. Понятно. И он все написал про моего отца. Хорошо. И всех расстрелянных, в том числе, про моего отца, который был спасен к большому счастью. Хорошо. Люся, я очень прошу прощения. Звонков много, и я хотел бы, чтобы как бы еще несколько человек успели сказать. Я одно слово только хотел добавить. Да. Что Исаак Гурвиц еще не добавил, что всех нас в Чернивцах вывели к почте на площадь на расстрел. Это мне моя мама рассказывала. Правильно. Мы сейчас... Господа, одну секундочку. Господа, мы сейчас не говорим об истории как таковой полностью. Конечно, там было много чего. Я хотел в сегодняшней передаче, уважаемые телезрители, я бы хотел в сегодняшней передаче как бы сделать акцент на землячество. На то, что даже приехав сюда, покинув ту, как бы, часть, оставив ту часть жизни, мы имеем возможность собираться, мы имеем возможность продолжать нашу историю, мы имеем возможность жить как бы еще корнями, которые есть в нашей семье и в нас. Так что, большое спасибо за звонок. Еще один, кто у нас на линии, кто у нас, Илья, Калифорния. Я прошу прощения, Илья, у вас есть не так много времени, у нас осталось три минуты до конца бедра. Я задержу вас одну минуту. Пожалуйста. Я с большим волнением слушал эту передачу о еврейских местечках. Я сам родился в маленьком местечке Подполонное, называлось оно Новополонное, Камнесподольской области. И чудом остался жив. И дело в том, что сейчас издается издательство Либерти заинтересовалось моей книгой, которая будет издана, она называется «Я сын еврейского местечка». Она выйдет в следующем месяце. Мне довелось пройти очень много страданий. Я был во многих детдомах Украины. Илья, большое спасибо. Я очень прошу прощения. Нас осталось всего полторы минуты. Я хочу еще нашему гостю дать хотя бы пару слов сказать. Спасибо. Исаак. Во-первых, я хочу Люсе сказать. Люся, мы за один час невозможно все рассказать. Хорошо, Исаак, скажите, пожалуйста, а вот сейчас приезжают люди из Чернавицы. Вот ее сестра приехала из Новой Зеландии. Она в этом году была вместе. Нет, я имею ввиду новые люди, эмиграция. Еще как-то есть? Или уже все закончилось? Уже все закончилось. Все уже приехали. Скажите, на ваших встречах, ваше землячество молодежь есть? Есть. Вы же видели там и дети приходят. Я просто сейчас у нас приезжаю. Три-четыре поколения. Приходят дети и они подрастают. Они как-то интересуются? Это им интересно? Интересуются. Это очень интересно. Потому что если это не передается новому, молодому поколению, то тогда это все теряется. Так это же самое главное, что я вот передал вот уже два года. Опять дайте мне, пожалуйста, эту открытку и вы увидите, кто специально, как мы это все сделали. Сейчас вот возьмите на этой открытке уже несколько имен и несколько телефонов. Все. Не только вы. То есть вы сегодня уже не являетесь самым главным? Нет, я не самый главный, но они говорят, что как это так, без тебя нельзя. Ну вот и Клара Маркан, и Шурик Шафир, и Райя Немировская. Понятно. И вот это все, которые должны сейчас проделать 35 раз. В этом году вы собирались? Собирались. Это был 37 мая. 37 мая встреча. Да. И эту встречу уже организовывали люди нового молодого поколения. Нового поколения. Прекрасно. Это то как раз, что мне бы хотелось как бы на этой ноте и закончить нашу встречу, потому что она может быть бесконечной, она настолько интересна. Бесспорно. Я благодарю вас, Исаак, и благодарю всех, кто позвонил, уважаемые телезрители, за то, что вы были с нами. Я благодарю каждого, и мы обязательно продолжим эту тему в новых передачах кантакт.